Да, учишься этой спокойствием. Да. У тебя классно написано «Репортер пустоты». Мерсина мне очень понравилась. «Репортер пустоты» — да, это моя. Это редактор. Мы первые сказали, что мы занимаемся пустотой. Все где-то пустота. Ну вот да. Встреча с бедной, клянись бедной. Всем приветики! Мы завели бусти! Всем срочно чекнуть! Про тебя я также узнал, как и про остальных твоих друзей, которые были до тебя. На моменте договора об интервью. Это как ты? Взнакомьтесь. Кто ты такой? Меня зовут Кирилл. Мне 35 лет в этом году. Я совсем недавно начал сольный путь, так скажем. До этого я в основном помогал с сольными путями другим людям. А вот в этом году начал свой. Как для тебя началась музыка? Очень странно. Я ходил в кадетский воскресный корпус. Я в маленьком поселке жил в молодости. Военный городок. Чкаловский. Там рядом новый городок, где космонавтов запускают. Звездный городок. И у нас, поскольку городок был военный, все дети военных были. По воскресеньям, кому было интересно, ходил в казачий кадетский корпус. У нас там была строевая, там уставы всякие. Мы там что-то учили, какие-то бег по пересеченной местности. И была строевая песня. И в какой-то момент товарищ, который там тоже был, он к ним подходит и говорит, слушай, у тебя классный высокий голос. Можешь зайти ко мне в гости? У меня с друзьями группа. Мы сделали кавер на арию, но никто не может так высоко спеть. А ты пискля, короче, у тебя, наверное, у тебя получится. И я пришел, у них там на драм-машине было набито барабаны. В техноиджее записано бас, гитара. Вокала не было. Я спел «Осколок льдаем». И, собственно, подумал, нифига себе. Вот парни собираются, играют. Так интересно гитара, музыка, ария тоже классно. Ну, то есть песни какие-то. Не то, что я там раньше во дворе просто как-то хаотично. Здесь скутер слушают. Здесь там рэп какой-то. Тут MTV, тут еще что-то. А тут как бы ария, какие-то тексты осмысленные, какие-то вокальные партии, какие-то соляки. Батя у меня на гитаре играл, мне все очень понравилось. Я стал с ними как-то пытаться находить коннект. Ходил к ним, ходил. Потом захотелось научиться самому. Пришел к отцу, он мне говорит, ну, вот тебе Ленинградка. Вот тебе там на квадратиках нарисовал шесть аккордов. Говорит, учи. Я их как-то научился переставлять. Но мне больше нравилось не аккорды переставлять, а вот, ты помнишь, здесь кует металл, да? Та-дан, та-дан. То есть одна и та же нота, но ты сидишь. И вот так вот догоняешь, и туда-обратно. Потом попытался пойти в какие-то образовательные вещи, потому что мне уже было 13 лет, и в музыкалку никто меня никуда не брал. Курсов, как сейчас, вот там онлайн не было. Это потому что это был там вообще какой-то бородатый год. Два преподавателя меня выгнали, сказали, что я бездарность. Я походил еще дома, доставал отца. Отец такой, типа, ну ладно, вот тебе еще аккорд нарисую там. И в какой-то момент я пошел просто в музыкальную школу. Мне кто-то рассказал, я не помню, что директор музыкальной школы дает частные занятия у себя. Стоило тогда 100 рублей занятия. Я ходил к музыкалу, к директору музыкальную школу, учился играть на гитаре. В ансамбле классических гитаристов у него сидел, играл. Но где-то вот 13 лет я вот, у меня парни покусали, да, притащили к себе, укусили меня. А я учился в другой школе, в соседнем городе. И там как раз, я подумал так, вот у меня друганы, надо группу собрать. И мы там, значит, и все как-то стало очень складываться там. У друга дяди оказалось, что он там где-то когда-то в цирке работал барабанщиком. У него есть барабанная установка. Когда мы пришли, это было только, ну, троечка такая, набор джентльменов, да. Райт, хэт вот такой вот весь, вот. И зеленый такой барабан. А мы спросили, дожди, дожди барабанщик. Он говорит, а все, что мне нужно было делать, это... Все, говорит, вот, я барабанщик. Мы притащили, ну и как-то вот потихонечку, постепенно, постепенно. Школа, праздники, день осени, день учителя. Барабанщик был трубачом у нас вообще, типа, в каком-то там, не по-моему, президентском оркестре. Захотел играть на барабанах. Мама у него работала в музыкалке, нашла ему барабаны, мы привезли их в музыкальную школу. Пришел мужик какой-то вообще, говорит, хочу собрать ансамбль в школе. А мы как раз собрались, и нас вот как-то все как-то стало складываться. Ну, вот так вот началась музыка. И потом она вот в городе развивалась, потому что потом из школы мы перешли там в руклуб Щелковский. Там потом из Щелковского руклуба мы поехали в Москву выступать. Потом мы поступили в универ, поехали там, попали на Имаус. Ну, в общем, вот она началась в детстве от какой-то, от желания чем-то заниматься. Так вообще я все бросал. У меня родители так и сказали, мне говорят, ты это тоже бросишь. До сих пор не бросил, а они такие. Вот музыка, я не знаю, я до сих пор не могу ответ найти, почему я здесь еще. Такое, знаешь, логичное там вот. Я на курсы всякие ходил, релизнись, да, там надо очень четко тебе ответить, зачем ты занимаешься музыкой. У меня нет четких ответов, нет. У меня есть какая-то вот невозможность от этого отказаться, потому что я все равно всегда прихожу туда, я беру гитару, я... Мне всегда через пару месяцев становится где-то скучно, я работал официантом, много куда пытался уходить. Все как-то возвращается к этому. Ну и... А логически объяснить-то не могу. У меня есть вопрос Джека Уэйта, логичный. Да, да, да. Первый инструмент, музыкант должен быть максимально плохим, чтобы в борьбе с ним преодолевая его. Он прямо это... Ну, ты учишься с ним. Да, 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 я помню это интервью очень хорошо, да. Из этого инструмента ты достаешь потом хорошую музыку. Потом ты из любого инструмента сможешь достать музыку близко ли тебе так подходит? Я не знаю, как другим, у меня просто лосьба сложилась именно таким путем. Ну, то есть я... Мне классная гитара досталась от батей, наверное, там, в классе 10-м. Он мне только дал ее в руки потрогать. Кремона чешская. До этого все. Это были ленинградки с карандашом. Электруха первая вообще была как-то... Я сейчас вспомнил, она лежала в подвале, который затопило, и у меня на 12-м ладу мизинец проходил. Я не знаю, как мы строили тогда в те времена еще, ну, то есть вот это все. И потом у меня были там в музыкалке, мы репетировали, я нашел какой-то Урал-бас, у которого там вот такой вот гриф сам по себе. Вот, еще вот там расстояние, и вот. И, не знаю, мне все это очень помогло, потому что я осознал такую вещь, я как звукорисер еще, как бы такая параллельная профессия у меня была. Я помню, что очень важно уметь извлекать звук, звукоизвлечение. Вот, как ты его из... А звукоизвлечение настолько широко, что это вот там с нотами более-менее все понятно, да, у тебя есть тон... Тут вот точка, да, там 440 Гц, да, вот ты должен в нее попадать, и все. Это звукоизвлечение, мы все эти атака, дикей, сустейн, релиз, да, вот это все, вот, понимаешь, что ты должен... И это все на вот этом сраном инструменте, а ты вот эту каждую грань, короче, находишь. Но дальше есть еще одна подводная вещь, что научиться играть на хреновой гитаре можно, а потом надо снова учиться на хорошей. Потому что, когда мне стали в руки попадать хорошие гитары, я понял, что там вообще другая школа, другая техника. Вот, потому что там она за тебя поет, и тебе надо уметь, вот как это, как есть ленивый конь, да, и надо на нем хоть как-то доехать, да. А есть сумасшедший конь, который выскакивает из-под тебя, переворачивает тебя постоянно, ты не можешь, там надо... Поэтому я считаю, что хреновая гитара — это плюс. А в современном мире, мне кажется, что это еще и такой тест, вообще пойдешь ты дальше или нет. Это, ну, на самом деле сложно, я учил детей в детском доме музыки. Я видел, как у людей просто падает вообще вся мотивация, все, когда они сталкиваются с тем, что пальцы не работают, что это надо делать очень много. А плохой инструмент еще добавляешь, тебе же еще больно, он еще не слушается, ты ничего не понимаешь, ничего на нем не можешь сделать. Вот, поэтому я думаю, что это такое, знаешь, огромное количество, такой, как сказать, как-то не пропуск, а тест такой, ты вообще, ну, пойдешь ты дальше, не пойдешь. Ты на берегу сразу понимаешь вообще, что тебя ждет впереди. Вот, поэтому я думаю, что плохие гитары — это хорошо, и не так, чтобы каждый должен это пройти, вот. Я никому не... каждого своя судьба, каждый свой путь. Но я всех, кого знаю с плохими гитарами, всем было хорошо, вот. Все в итоге классные гитаристы прошли, до сих пор этим занимаются, все, кто где-то там, все вот, все, кто у нас в городе параллельно занимались, кому папа подарили дорогие гитары, все в итоге как бы нигде, никуда, ну, бросили все это, и как-то... Вот этой битвы, наверное, которую ты, вот эта ценность, которую ты понимаешь, да, сколько ты, блядь, времени потратил за этим сидя, вот, ты уже такой, нет, я у меня до конца. Ну, я вот тоже вообще так и не смог ответить на вопрос, я тут недавно, у меня были ответы на вопросы, и мне тоже задали этот вопрос, и я не знаю. Ну, типа, у меня есть этот опыт, но нужен ли он кому-либо, я не знаю. Да, вот, кому, вот, опыт вообще такая вещь, настолько, настолько индивидуальная, вот, что ты, ну, в современном мире, я не знаю, мне не хочется кому-то что-то диктовать. Хреновые гитарки, это, опять же, знаешь, как, в них, как Джек Уайт, да, говорил, там, вот, инструменты с ним борешься, ты входишь с ним в контакт, связь. У меня было очень много плохих гитар, ну, вот, просто в руках именно я их держал. И вот эта хреновость иногда заставляет тебя в нее погрузиться, разобраться с ней, вытащить из нее, вот, берет человек, да, он играет на ней, она не звучит. Ты берешь и сидишь там 30 минут, 40 минут, вот, у меня был такой, у меня друг жил в гараже, у него была куча раздолбанной гитар. И вот у меня бывали моменты, просто я залипал в одну гитару, пока она, вот, я не слышал, что она классная, вот, у нее начинается классный звук. Где вот эта вот позиция пальца, высекание медиатора, да, это тоже какая-то связь, потому что когда просто, это хорошо, когда оно все идет по наитию, но вот здесь, вот этот поиск погружения, оно как будто стимулирует тебя к этому погружению. А ты параллельно работал вообще с звукочем в клубах? В клубах, в кино, в студиях, в телевизорах. Но ты в Точке работал, я вот знаю. Да, в Точке я работал, да. Значит, я могу доебаться? Давай, давай, давай. Почему там такой плохой звук был? Слушай, ты про какой год говоришь? Я, ну, ты вот в каком году был? В любой, я в любой год могу доебаться. Слушай, ну, я тебе так скажу. Ты работал вот на Ленинском проспекте, который ты очень работал? Уже, да, на Ленинском, который. Ну, значит, в бочке сидел. В бочке сидел, да, в бочке. На втором этаже, да. На втором этаже, да. Вот рейсик перед ней, ну, вот там звук, ну, там звук на втором этаже всегда хороший был, но вот вниз, если спускаешься в этот портрет, на трансплощадку эту бетонную, спускаешься, ну, там звук хороший через раз, там. Через раз, согласен. Связано все было с тем, что, все честно тебе скажу, вот загоралось у тебя желание помочь этому звукачу, который, например, с команды приходит, или не загоралось? В принципе, те времена были какие-то, я не знаю. Мне кажется, что звук был вообще, в принципе, везде. Я тоже первое время бегал, знаешь, как черт, там, хотел помочь, помочь. А потом, когда ты упираешься, там, например, вот фестиваль «Попасть в точку», я вот тоже проходил, когда ты приведи 12 друзей и выступишь. Да, 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 понимаешь? Там было все условия, чтобы сделать хороший звук. И звукари там были, Митяй классный, Давид, который потом с Нойзом играл. Знаешь, я, если честно, могу тебе так сказать, я в то время вообще не очень-то понимал, что такое хороший звук. Я его вообще учился рулить тогда. Меня туда просто притащили, и я учился, я три месяца работал там бесплатно. Приезжал после универа, работал там бесплатно, просто там. Потом я стали ставить на «Попасть в точку», вот, когда вот ты носишься. Я носился, как угорелый первые два месяца, просто в желании сделать классно, потому что я это проходил. А когда ты сталкиваешься с каким-то таким легким обраганством, по пустительским отношениям к своей музыке, к инструменту, ну, типа, реально не ставьте, блин, пивас на камбари, ребят. Ну, при мне заливали несколько маршалов. Их просто, ну, и... И что, и вот, ну, вот, и ты, и он тебе ничего не объяснит, потому что он уже, почему он залил, он же нетрезвый уже давно. И как-то, я думаю, что все уходит в человеческий фактор. А потом как-то пришел Роберт Боим был такой звукарь. И как-то, типа, по человеческому отношению, когда команды какой-то, потому что, там, знаешь, вот эти, когда приезжали там ребята типа Дженейр, у них был всегда офигенный звук. У них, у них все со сцены шло классно. То есть я на Дженейре охренел в первый раз от того, что это не просто мы пришли и воткнулись, как бы, и что есть, вот как бы из того, что есть, делаем. А чуваки приехали со своими головами, со своими, типа, микрофонами. У них был, у них были два технаря, которые сцену просто, они... Я охреневался с тех, они два часа концерта, они не сводили глаз со сцены вообще. То есть вот они вот так сидели за этим, за сценой и смотрели. И я начал понимать отношения. Потом была такая группа, она сейчас есть, Гуру Гуру Фондейшн. Они как-то пришли, с этой командой я начал оттуда как-то постепенно выходить из точки и переходить в другие места. Но я к чему? Вот у них был звукрюшер Роберт Боим. Это был самый спокойный вообще тип, который я встречал на земле из звукорей. Он, у него все было очень спокойно, очень размеренно. Он никуда не торопился, он знал, что он делает, было полностью по нему видно. И музыканты, которые пришли на сцене, да, тоже... А их при этом, я не знаю, по-моему, это Гуру Гуру Фондейш первый раз, когда я видел. Состав был такой, там, трубачи или там, акустическая гитара, барабаны и все. И я как-то тогда, где-то в тот момент стал задумываться. Я еще как бы в другие места ездил, там, группы какие-то стали приглашать, так, типа, помочь что-то. Я стал где-то понимать, что хороший звук, он идет не от пульта вообще. На пульте он формируется. Но если ты его, в принципе, в пульт приводишь хреновым, то иногда пульт вообще не... А еще те пульты, которые тогда времена были, когда у тебя, там, три эквалайзера, все как бы, типа, все-таки вся параметрика. И вот если приходит подготовленный классный музыкант, потом это и на студиях я выяснял, и когда я с нервами работал, было то же самое. Все упирается вот в инструмент, в то, как ты умеешь из него извлекать, как ты умеешь совместно звучать. Точка, конечно, да, это бетонное помещение, вообще, в принципе, это какая-то нашего общего, вот эта боль вот этих всех мест, да, вот в бетонку вот засунули нас. И вот эти тысячи отражений, которые летают, все, и высокий потолок, да, вот это, и все, и как бы... И дальше уже спасает реально, вот музыканты, они умеют, они сыграны, они умеют в аккуратно, они умеют не гасить в тарелке просто как черти, понимаешь, потому что в железо тоже можно рубить по-разному, можно при этом, тебе кажется, что ты... И знаешь, что еще потом начал замечать, что хорошим из этой бочки надо было выходить периодически, металлические эти, прутья еще, сама бочка. Смотри, сейчас, сейчас прикольно, сейчас у тебя есть айпад, ты можешь пойти по всему залу и посмотреть, отконтролировать звук везде. В те времена, это я еще учился на третьем курсе, это получается 2009, наверное, где-то, да. Для того, чтобы понять звук в зале, на первом этаже, я туда бегал, я был выдолбанутым этим, который я прям бегал, короче, на работе. Все, кто, кто постарше были, они, видимо, уже, знаешь, ты уже приблизительно понимаешь, да, когда ты сделаешь здесь вот так, у тебя здесь так, там вот так, вот. Вот, и вот местный звукарь, он как бы этот, допустим, знает, я этого еще не знаю, я везде бегаю, и я реально вот делаю звук вот этой бочкой, блин, класс вообще. Выходишь на этот пол, думаешь, что тут заваливает вообще просто, ну, берешь туда, бежишь, пока ты добежал, исправил, надо вернуться, посмотреть. Я носился, вот, звукари, которые приезжали к нам, ну, там, с командой еще совсем, они тоже этого, ну, быстро не выкупали, бегом этим не занимались, поэтому все настраивалось вот, типа, вот на эту, на эту точку, вот, вот в этой вот, а там реально надо было носиться, то есть вот эта, вот эта фигня с планшетом, которая сейчас современная, да, это круто, потому что ты пошел по все, встал в зале, отправил здесь, все подрегулировал, у тебя все хорошо, опять же, там у тебя какие-то могут быть, все это разделять, сейчас можно, да, стырить, раньше-то вот у тебя перед сцены, они висят эти, и все, они на весь зал долбят, ты не, как бы, вот, поэтому, я, если честно, в те времена вообще не очень понимал, что такой хороший звук, если я куда-то и ходил, тоже не очень понимал, как бы, слова слышно, как долбит, качает, не про и... Ну, просто в плане B и в релаксе, это вот будет, как и в том же XO, это вот это, типа... Да-да-да, XO. Я не понимал приколов, что звукач на уровне, ну, чуть выше сцены, наверху там находит. Слушай, мне кажется, это все связано с тем, что вот просто как вот могли в помещении спроектировать, так и спроектировали. Я вообще сомневаюсь, что во времена, когда у нас открывались клубы, а это же, получается, где-нибудь из 90-х, да, пошло, получается, наверное, все. Ну, или нулевые. Не думаю, что кто-то заморачивался с тем, как оформить. Я где-то, уже где-то, уже позже стал, знаешь, встречать, типа... А, в Питере мне кто-то сказал, какой-то клуб, то ли вокзал, то ли еще что-то. С нервами я туда приезжал. Мне говорят, здесь у стен, типа, песочную насыпь еще сделали, ну, типа, соседняя стена, и потом сделали песочную насыпь, потом закрыли, потому что я приехал, реально был классный звук, у меня очень хорошо получилось отрулить концерт. И я уместно спрашиваю, говорю, у вас тут классный звук, классное помещение. Он говорит, у нас здесь песком, как бы, все, типа, обработано, сделано так, чтобы, ну, подумали, то есть люди подумали. А релакс, Иксо, план Б, который потом, да, вот это... Это, блядь, вот, нашли помещение, да, типа, впихнули сюда аппарат, люди будут ходить, окей. И это сейчас уже мы начинаем, там, думать об этом как-то современном, не знаю. Хотя, с другой стороны тоже, ну... Где сейчас хороший звук, вот, в клубах каких у нас? В тонах был ничего звук. Ну, там и звукач сидит, где, рядом, считай, напротив. Согласен. Но, опять же, если ты умеешь играть. Ну, у нас тон очень слишком хорошо подсвечивает, если ты хуёво играешь. Да, да, да. Там прям, типа, вот, это как с инструментом ты берешь, и сразу оп, все видно. Да, там прям сразу чувствуется, что ты очень плохой музыкант, если не умеешь твой собственный звук рулить даже. Слушай, вообще, все реально упирается в звук, знаешь как, у звука есть тракт. Он где-то начинается, и где-то он заканчивается. Он начинается вот там, грубо говоря, на кончиках пальцев и струнах, да. Потом проходит большую-большую-большую цепочку, и появляется в колонках. И на каждом этапе этого прохождения, вот этого управления звуковым потоком существуют люди, существуют плагины, обработки, и ты все время что-то крутишь куда-то, да, вот здесь, как покрутил, так покрутил. И это все влияет на весь этот тракт. Каким он доберется до конца, все зависит от количества людей, которые здесь, и качества этих людей. Но начинается все с тебя, как ты его извлекаешь. Вот та самая ADSR, про которую я тебе рассказал, да, то есть атака, decay, spad, sustain, продолжение релиз и затухание. Вот если ты умеешь извлекать на уровне понимание того, как долго твоя нота звучит, как она там, как она вибрирует, как она складывается с другими нотами, как ритмически музыку звук играть, ритмический звук играть. И то есть я почему когда-то очень сильно в Stoner, в Queen's of Stone Age влюбился и влюбился в альбом Then Crooked Wolter, там просто слышно, что чуваки как будто сели, и они особенно не заморачивались ни над обработкой, ни над чем. Они просто так охрененно это сыграли. Они просто умеют работать со своим инструментом так, чтобы каждое их движение складывалось в одну общую картину. И потом там дальше уже звукочок, чук-чук-чук. Или как я на Deftons попал, мы в Питере, мой сенсей по звуку, Андрей Грант, который Tractor Bowling тогда был звукорежиссером, вот он в точку меня привел. Мы как-то после тура с нервами нам подарили билеты на Deftons в Питер. Я приехал, Андрей был вот в том клубе, принимающем звукорем. Я после концерта пошел к нему и говорю, дай посмотреть, звук офигенный, дай на пульт глянуть. Он говорит, там ничего не увидишь. Там пару раз включен эквалайзер, и что-то на мастере компрессор стоит. Я говорю, а в чем секрет? Он говорит, да они бэклайн свой привезли. У них свой бэклайн, у них все как вот, они вот, вот то, что они записали на записи, вот этот комбик, они его с собой привезли. Микрофон, которым они записали, они его привезли. Прямо в который они это воткнули, они привезли сюда. Они на сцене собирают все то же самое, что у них в студии. Дальше просто нужно человеку понять, что надо общим параметрикам зал хоть как-то отэквализировать. Ну потому что там еще, опять же, кстати, в точку приезжали люди, и очень было много, тоже приезжает классный звукарь, да, а параметрику зала он не делает нифига под свою музыку. И он, типа, ой, что так, что, я просто помню по первой памяти, а мне Митяй говорит, он стоит такой, говорит, знаешь, что происходит? Он говорит, что, вот вчера здесь был black metal, сегодня у них фанк, знаешь, почему не клеится? Я говорю, почему он подходит такой, он эквалайзер показывает, а там задраны, не то, что нужно для фанка, понимаешь, все по-другому. Я говорю, ну так скажи ему об этом. Он говорит, я сказал, он сказал, да ладно, и все. Мне кажется, звукорежиссеры просто очень часто идут люди, у которых какая-то вот своя нерализованная рана, и они, знаешь, такие, как бы, я тоже туда пошел так. И вот эту боль, они, знаешь, как будто пытаются перенести на других, и вот у меня не получилось, у вас будет все хреново. Вот я не хочу обидеть звукорежиссеры, хотя я имею полное право, потому что я отработал во всех поганых местах и во всех хороших местах. У меня тут тоже проходило это, когда ты рулишь классную команду, сам музыкант, хочешь, чтобы твое творчество тоже работало, оно не работает этим вот на сцене, ты вот здесь. И у тебя какое-то вот внутреннее чувство, честно тебе признаюсь, бывали такие чувства, что ты не хочешь стараться для этих людей. Какая-то вот зависть внутренняя, вот этот яд, обида тебя точит. Я просто встречал много потом таких звукорей. Знаешь, ты приходишь и видишь, что ему вообще-то просто... Да ему и на работу свою плевать получается, и как-то, видимо, и по жизни ему как-то, ну, типа, пофигу вообще. А потом приходишь, смотришь, и просто, ну, чувак, он не то, что тебя близит, он очень аккуратный, он очень внимательный. Он с тобой даже умеет... То есть он явно видит тебе сейчас, хочет сказать, что так делать не надо, но он делает это так аккуратно и хорошо, что ты такой... Да, мужик, согласен с тобой, согласен. Все в человека упирается. А звукорежиссерская братья, она такая, я сам прошел эту вещь, что когда у тебя не получается с музыкой, ты хочешь быть рядом с музыкой, ты прешься куда-то вот в околомузыкальную систему, пытаешься там реализовывать, а в итоге ты и тут не удовлетворен, тут не удовлетворен. И это очень накладывает отпечаток на то, что ты делаешь. И ты поехал в Киев? Да, поехал в Киев, закончился универ, и подруга моя, которая работала тогда редактором Браво, она познакомилась с Юрой Бардышем, он приехал запускать, только-только запускать «Нервы», и привез ей альбом, который еще даже в интернете не лежал. Вот, я слушал, вы сейчас, получается, слушал «Нервы», когда я вообще их сегодня-нибудь не слышал. И нам очень понравилось, она говорит, я вот пойду в Киев, и Витька взяли сниматься в сериале, который там должны были запускать. И у нас как раз у меня закончился универ, и я такой, все, короче, я свободен. Вот, я взял светильную машину, мы поехали в Киев, поехали за нервами в тур, вот, просто, ну, путешествовать. И у них на втором концерте сгорают пищалки на колонках, которые они взяли с собой. Но они тоже дураки, они взяли с собой, блин, две JBL-ки, которые у нас как в школе стояли, знаешь, такие классические, вывезли их на стадион в лагере «Жемчужина», который, наверное, под Новороссийском, и пытались качнуть его. И звукарь, который у них был, он был в итоге, он мне сказал, я не звукоинженер, я типа, ну, звукоинженер, то есть я паяю, я разбираюсь в паянии, все. Я говорю, почему меня взяли рулить звук, я не знаю. Пищалки сгорели, они все, как бы, вся тусовка украинская, что в России происходит, они не знают, вот. Я звоню Андрею, говорю, Андрей, у нас такая фигня, где вообще по близости можно достать пищалки? Он говорит, там, Новороссийский есть, я беру машину, еду, привожу им, мы их ставим, они сгорают на второй концерт. Я помню, потом плаваю, короче, такой, в воде, ко мне подплывает Бардаш и говорит, ты звукай? Я говорю, да, а ты можешь попробовать отрулить концерт? Но сначала надо еще пищалки привезти. Я поехал еще, взял больше пищалок, там, 4 или 5. В итоге где-то мы там, по-моему, к четвертому концерту, тот же парень, который звукоинженер, он просто впаял между ними лампочку, чтобы вся перегрузка шла в лампы. И у нас весь концерт и все концерты были просто... Горят лампочки вот так вот, мы понимаем, что мы уже бы все сгорело тысячу раз, как бы, эти лампочки мы тоже меняли очень много раз. И таким образом я просто, как бы, поехав тусить, путешествовав после универа, после сдачи, потому что я учился в финансовой академии, и у меня родители, ну, они были против. Меня занесло туда, вот, отрулить полностью, получается, весь тур. Я с ними очень с ними законнектился. Плюс другие, там была еще Лера Лера, которая заранее так была, нервы ей подыгрывали, конец. Потому что она была, на самом деле, хедлайнером вообще, типа, тура. Она была единственной, которая... И группа Хаки. Группу Хаки меня как-то попросили отрулить. У меня вообще ничего не получалось. И я совершил, наверное, страшную вещь, но потом она как будто сыграла это все. Я просто повернулся к директору и говорю, мне не получается, мне не нравится, я не хочу. Как казалось Бардушу, потом это стало даже наоборот, что он мне потом говорил, что говорит, вот это, типа, ситуация, и приняла меня, что я тебя забрал себе. И потом, когда они, уже все закончилось, они просто нашу московскую команду друзей, они пригласили работать с собой в Киев. И мы уехали в Киев, жили там. Я писал, помогал писать им первый альбом. Был таким, знаешь, типа, у них была Таня Дудка, администратор, а я был технический, я их возил на студии, грубо говоря, снимал их с бабок, заставлял их заниматься музыкой, вытаскивал их. Я их привез в Москву, инструменты покупать, хотя они просто в фестивале, как не в себя. Ну, молодые, ну, круто. Поэтому, да, вот получилось так, что с ними поработал, поработал. Организовал им техническую сторону первого тура по России и ушел от них. А Бардаш влезал в творчество? Я могу сказать, что, наверное, нет. С нервами. До определенного момента. До определенного... Когда я уже уходил, видим, этот момент и начал где-то появляться. Потому что я помню, что... Вообще у них там была такая история, что пацаны-музыканты хотели... Ну, как музыканты, они группа, да. Они хотели больше, короче, туда вот в тяжеляк уходить, да. А Женька на тот момент писал такие песни под акустику, знаешь. Он очень кайфовал с Arctic Monkeys, вот такое вот. И у них было между собой внутри вот это вот такое, как бы, да. И Бардаш требовал от них... В какой-то момент стал он говорить, типа, ну, что-то там, типа, нирвана. Давайте вот там, глупая, да, у вас есть песня. Вот это вот это вот. Попроще все. Но у них был... Над ними как бы не то чтобы стояли. Им очень сильно помогали Саша Чемеров из группы «Дым на суммиш». Который, он же, собственно, автор всех хитов Quest Pistols. И Олег Федосов. Это, собственно, мне кажется, что на вот этих... А, ну и Боб «Царство на небесное», владелец студии. Бобина, который рекордс в Киеве, где пишут, ну, там, не знаю, мне кажется, весь киевский андеграунд. Все пишут в Бобинске. Да, на Бобине, вот. И... То есть у пацанов были охренительные наставники. Это вообще Женя Мельковский, такой удачливый сукин сын, с одной стороны. Вот, с другой стороны, он пережил много тяжелых вещей, после которых он встал. И он молодец. Ему по жизни вот как-то прилетают люди, которые очень сильно готовы помочь ему. И вот эти вот Олег Федосов, который, ну, то есть, фактически, он отесал их. Вот то, что сейчас, например, Таша Федоров и Влад, которые играют у Скриптонита. И вот их вот это мастерство. Это Олег Федосов, который просто, он приходил и говорит, да шо, блядь, ну, шо вы делаете? Ну, как это, блядь, да фай, нормально, вот это. Сидел с ними на студии, на студии постоянно. Помогал им записываться, помогал им, объяснял. Сколько музыки он в них влил вообще. То есть он им как был, как батя, как батя, вот. Саша Чемеров, который всегда приходил и мог очень тонко, вот, он чувствовал тонко песню. Он мог Жене помочь со словами, со всем чем-то, да. И Боб, который, ну, они жили у него на студии. И они, ну, как бы, учились. Они репали на хорошем звуке даже. Да, то есть, понимаешь? К ним подходили люди и говорят, да шо ты комби, как ты настраиваешь? Вот смотри, опа, опа, смотри, опа, видишь, и все. Ну, то есть, когда тебе так помогает, что я это сам прошел, когда мы из школы переехали в Щелковский рок-клуб, у нас были взрослые старшаки, они бухали в подсобке, а мы, типа, там играли. И какой-то момент они приходили, шо ты делаешь? Ну, как-то, как-то все. И начиналось объяснение. И это очень сильно помогает, вот. Поэтому нервов, Бардаш, он не то, чтобы лез. Он просто понимал, что он оставил этих, ну, типа, эти ребята находятся под очень хорошим контролем. Ну, и с другой стороны, он, скажем так, держал их на голодном пайке таком, вот. И пацанов это очень сильно стимулировало. Ну, команда славилась тем, насколько я знаю, да, что он находит хорошую команду в окружении. И выдрачивают людей так, что они дают результат. Просто, как бы, мне интересно именно его мышление, ну, как у типочка, который, ну, типа, он выглядит как бандитос из 90-х, но очень творческий бандитос такой, знаешь. Я не знаю, как это объяснить. Да, нет, я понимаю, потому что, да, Юра Бардыш всегда у меня вызывал одновременно нереальное восхищение, одновременно нереальный страх и нежелание вообще с ним контактировать, вот. И вот как-то на этом я держался очень долго. И мне было очень приятно того, что он меня, в принципе, затащил в это и то, что он это оценил. Но Юра, знаешь, как он умеет вскрывать людей, очаровывать их, заряжать их нереальной мотивацией. То есть вот просто, ну, вот, ты, ты, вот. То есть проект, в который он тебя впустит, он станет твоим, вот, вот личным, лучшим. Я не знаю, как это на каком-то вот этом вот уровне происходит, да. Но при этом вот это его умение быть безжалостным, вот это бандитское, да, так как ты говоришь, в какой-то степени. Хотя, ну, он не бандит, вот, хотя бандитов он, наверное, много знал. Вот эта безжалостность, она вообще мне по жизни показывается так, что она иногда очень хороша. Мы очень, как бы, тепличные условия, это круто, вот, там, расти и все. Но у меня как-то по жизни складывалось так, что чем менее тепличные условия были, тем больше давал их всегда, давал результат. Не знаю, как, может быть, у других по-другому. Но вот с Юрой всегда ты постоянно чувствовал себя, знаешь, вот таким вот включенным. У тебя включалось состояние активности, и это состояние активности, здесь такое состояние охотника. Мы тут все голодные, вон там где-то мамонт, и мы должны его завалить. И это прямо, ну, типа, игра насмерть, потому что мамонт может завалить любого из охотников. И вот это состояние, которое рядом с ним всегда включалось, одновременно с этим он при всем, при этой, при всей безжалостности, была честность. Он честный. И тогда было сейчас. Так что ему абсолютно было плевать, кто ты, насколько тебя это заденет. У нас есть, грубо говоря, КПД нашего проекта. Мы должны этот КПД повышать. Тут опять же, почему там с нервами были проблемы, и почему он, как на мой взгляд, как мне кажется, меня, ну, не сливал. Потому что я точно так же всегда, ну, приходил и говорил, если я обосрался, я обосрался. У нас был концерт в Киеве. Это была, там это было не то, что точка. Там реально был просто, ну, как бы, ангар вот такой, знаешь, типа, вот вообще все. И пацанов привезли, и там до этого был концерт у «Дымный сумниш». И он прошел офигенно. И, ну, и нервы такие, мы там же долбанем, короче. И они долбанули там. И концерт, звук был просто, ну, прямо вот, вот дно днющее вообще. Это был, наверное, мой самый плохой концерт. И я его рулил. Я помню, что я, там такая история даже была ко мне, все, кто только мог, ко мне подбегали и говорили, ты, блядь, делай что-нибудь. И какой-то один тип подошел мне, и что-то начал мне говорить, я говорю, иди нахуй. Не знаю, тебя можно вытереть? Можно. Я говорю, иди нахуй отсюда, блядь. Знаете, что-то концерт закончился, подходит к нам Таня, говорит, Юра вас всех собирает поговорить. Мы поехали в бар, там был ресторан. Мы сели, и сидит этот мужик, который я нахуй вошел. Он говорит, познакомься, ты Иван Шаповалов? Правда, если тату будешь? Я думаю, ни хуя себе. Тогда уже тату не было. И он говорит, типа, чё, чья вина? Я ему сразу говорю, Юра, я не справился. Я вообще поплыл, у меня ничего не получилось, у меня всё рассыпалось из рук. Есть причины, но главная причина – это я. И у нас разговор тут же просто поменялся в другую сторону. Потому что я так полно, что Юра собирался всех разносить. А разносить, получается, было некого, потому что чувак уже сразу с повинной пришел. После этого он мне сказал, что надо сделать? Я ему говорю, во-первых, Юра, надо купить пацанам нормальные инструменты. То, что они играют, блядь, на вот этих вот, типа, флайтах, сквайрах, и вот это вот за 15 тысяч рублей, да, ну, там, сколько нам в Киеве стоит. Барабан, который просто, ну, звучит как говно. Железо, которое звучит, просто сыпет, и от него ничего нет. Да, гитары, ну, говорю, пацаны, просто, они могут играть, но у них вот они, ты даёшь им хороший инструмент? Вот они у Саши Чемеров берут на студии, классно получается. Вот они выходят играть, и всё плохо. Сколько у нас денег? Ну, я там прикинул, говорю, ну, штук тысяч, там, 10 долларов. На всё, барабаны, железо, на те времена это как бы... Мы уложились, мы нашли Жене акустику, Жене гитару, Владу нашли гилд, вот здесь в Москве, кстати, на Серпуховской, где-то была какая-то очень закрыта такая частная коллекция у чувака. Мы нашли у него гилд какой-то там вообще древний. Влад до сих пор на нём играет. То есть мы проехались по Киеву, по всему, проехались по Москве, собрали, нашли нормальное железо, нормальный снейр, снейр, на котором Тошик до сих пор играет, гитары, которые мне до сих пор играют, вот я смотрю их, концерты, видосы, да, я вижу, что это до сих пор тот же самый снейр. То есть мы купили тогда просто пацанам хорошие инструменты, вот, и бардыш, вот он как-то, понимаешь, вот он умел такой. Но если ты из себя что-то стоишь, и ты хочешь работать, он даст тебе возможность, и ты себя проявишь. Но как-то с другими ребятами у него, все, с кем мы работали, он их просто, да, в какой-то момент он их слил, они поехали всё в Казахстан, а я, а я как бы, ну, я их, я с ними, это вот моя семья. Я поэтому просто пацанам подготовил тур, договорился всю техническую часть, пришёл, сказал им... А вообще для рок-группы наличие такого векторного человека, как бардыш, это, ну, необходимость? Или группа сама сможет существовать? Скажу честно, я могу сейчас, конечно, не знаю, вызвать какой-нибудь там гнев или ещё что-то, вот. Но нервы, безусловно, талантливые, безусловно, у них крутые песни уже, безусловно, они охрененные музыканты, и тогда уже это было понятно. То есть они бы, когда были малыми, вот когда их все собрали, там Тошку было, там, не знаю, лет 16, что ли, 15, там, Владов 18. Где-то я уже, типа, универ закончил, а они там только. Несмотря на всё это, их, их очень хорошо собрали. Ему, у них, у бардыша, опять же, знаешь, когда вот случился успех группы нервы? После летоплавки, вот после тура, летоплавки рок-н-ролл, когда они вот по лагерям, вот эти 30 лагерей, вот этих детских, потому что это же как, как когда-то, этот, как его, из Ласкового мая, да, кассеты по поездам, и они разъехались по всему. Здесь на Черноморском побережье все дети, ты им всем показал, привёз, прораздал плакатики, вот это всё, вот это всё, и они разъехались, разнесли этот вирус. То есть это сама идея. Вот начинающая группа может сделать такую идею? Сама воплотить её? Договориться 20 лагерей на российской территории, 20 лагерей на украинской территории. Ну, то есть менеджмент, ну, выбить тебе один лагерь, ну, два. Но чтобы это всё поехало, где взять эти деньги? Опять же, ты представляешь, у нас был целый автобус. Он ехал, мы там жили в лагерях, нас кормили, и никто там из-за этого особенно не платил, это всё было на договоре. Поэтому я считаю, что, да, у группы Нервы классный успех, и классно, они классно стартанули, но машина, которая работала на группы Нервы, была, блядь, огромная, очень большая. Я не знаю, как молодая команда может позволить себе первые, там, три года существования того, что они делали, то, что было у Нервов, без такого менеджмента, без такого вектора. Опять же, даже менеджмент может быть разным. Менеджмент может быть разным. Вот Бардош – это просто, ну, какая-то удивительная хрень. Просто удивительнейшая вещь. Опять же, бесстрашивая его, понимаешь, вот эта вот, которая, с которой он когда-то приехал в Киев и организовал всё там, с которой он делал это всё потом. Поэтому я думаю, что... Особенно, если вы малые. Сейчас, может быть, по-другому, да? Я вот сейчас почему-то подумал о группе Папин Олимпос. Они же там тоже все школьники бывшие, да? Мне кажется, что бывают такие ситуации, когда ты можешь какое-то комьюнити создать, и комьюнити тебя немножко качнёт. Но, опять же, всё-таки, я бы не сравнивал первоначальные шаги успеха Папина Олимпоса, да, там, и Нервов. Нужно ли это? Не знаю. Это, опять же, как с гитарами. Судьба. Как это сложится вообще? Попадётся тебе такая вот... Ежене же как с Бардышем познакомился? Просто на какой-то тусовке песни сыграл. Как когда-то по историям Рома Зверь какому-то чуваку сыграл, да? Вот это все легенды. Вот этот вот случай... Ты можешь пахать, как чёрт. А этого случая у тебя не будет никогда. Но вектор всегда, мне кажется, нужен. Потому что со временем сейчас, когда группы не очень умеют договариваться друг с другом, когда мы всё больше получаем, группа — это на самом деле вот как я, да, типа проект одного человека. Витя Интершум — это чувак, который, в принципе, тянет весь Интершум. Несмотря на то, что у неё есть группа, команда, друганы все, да. Но, извините меня, Витя может в одни руки нахрен всё это сделать. За компом. Даже не выходя за барабанную установку. И таких групп становится всё больше. Где у тебя музыканты современные. Вот я на фабрике «Звезд» был. У всех, типа, я артист, и у меня группа. Типа, аккомпанинирующий состав. Это какая-то тенденция современная, я не знаю, как будто, ну, типа, мы всё больше отдаляемся друг другу, да, там социальные сети нам как-то всё больше нужно. Группа как такова, это уже как бы... Какие вот есть группы, чтобы это было вот прям, они от начала до конца, вот, мы собрались, и вот мы вместе. Ну, прям сразу так, Ермак только в голову. Ермак, да, да, ну вот, наверное. Гризли. Гризли, ноу-реморс, да. Они, кстати, сейчас как с ним? Давно что-то. Разъехались. Разъехались. У меня, помню, блядь, их альбом, я просто в тачке первый загонял вообще. Первый? Первый, да, просто как чёрт. Я охреневался. А когда я его один раз увидел, забыл, как его зовут, как он своим расщеплением леву клотки на столе поёт. Андрюша? Да, да. Я такой, блядь, ребята, вы кто вообще? Да он пьяным это делает. Да, да. Караоке. Вот, ну вот, то есть, а дальше какие, типа, где у нас команды, которые, типа, команда? Нет, группы есть, но их мало. Они типа лидер, и я веду всё. Вот я мечтаю о таком. Я просто знаю, что это нужно. Я просто верю, наверное, в это, как бы, своей слепой с верой. И хотел бы, чтобы в какой-то момент это всё произошло. Но я хочу сделать это на естественном спросе, знаешь, как с концертами, как и со всем остальным. Потому что я устал от... Я не люблю вообще навязываться. И... То есть так же с музыкой, со всем остальным. Я за естественный спрос. Поэтому я хочу дождаться, когда появятся люди, которые сами хотят это сделать, быть в команде. Мы же должны все как-то по какому-то уровню друг другу соответствовать, да. То есть вот это вот понятие команды, оно куда-то девается. И этот один вот этот вектор, когда человек всё тянет на себе, вот иногда как будто получается. Но в основном что-то какие-то истории в основном вокруг такие, что все просто задыхают через пару лет. А вот ты вспоминаешь «Гризли, но реморс», да, это было, потому что там это была команда. Потому что... Потому что энергетика там пяти человек, да, это энергетика не одного человека и четырёх нанятых. Нет, ну сейчас есть молодые прото-салон, там, потвор какие-нибудь. Да, да, да. И опять же, это всё идейные ребята, которые вот, они в андеграунде. Ну да, да, большие команды прям так, ну слот, наверное, ещё сейчас назовёшь. Они там сейчас, ну как они устоялись как команда, когда Даша пришла. Да, да. Да, вот после Даши как будто всё у них как бы, ну не то чтобы у них всё пошло, а именно вот типа... Они будто бы группой стали. Да, это выглядело как будто бы проект. Да, да, ну то есть вот это естественное подхождение друг к другу, это какая-то естественная общая энергетика, она от команды чувствуется, да, согласен. Просто как это, лидеры они ярче светят? Будто бы. Ну вообще, мне кажется, это у нас в принципе пошло от всего. Вот не знаю, знаешь, сколько людей не знает, не знаю, басисты группы кино. Клавишник Сплин. А он с основания играет. А он там, да, есть. Да, ну типа Клавишник Сплин с основания. Вы знаете его имя? Нет, вы знаете Сашу Васильеву. То есть это какая-то, видимо, наша какая-то, знаешь, типа культурная штука. Вот видимо, он один стоит и типа за ним кто-то. Ну да. И мне всегда это было обидно, потому что мне вот, у меня вообще моя проблема вся заключалась в том, что я очень сильно доверял людям и все, ну как бы, все в итоге развалилось. Потому что я, я знаешь, какой-то дурачок, который видит лучше, ну типа более позитивно, чем, чем есть на самом деле, как будто я. Мне кажется, что всегда мы добьемся вот самого максимально позитивного с тобой результата. И это только в моей голове. Он так не думает. У него там, не знаю, line age, блядь, там, не знаю, там, семья еще, там, не знаю, ему надо сегодня вечером куда-то там сходить, там, вот это все. А я-то, я-то весь в проекте. Я как бы по-другому не умею это все, вот, и как бы, всегда это упиралось в том, что в итоге никуда не идет и я это все как бы один. А сейчас я просто такой, знаешь, как бы, я уже совсем смирившийся, меня это просто не трогает, то есть это не высасывает из меня энергию, переживания на этот счет. Просто иду спокойно, знаю, у меня есть гитара, у меня есть дело, я разобрался там, там, в маркетинге, в продвижении, во всем остальном, да, я иду. Я знаю, что если мне вот прилетит возможность типа сыграть в концерте, мне скажут, можешь приехать, я соберу команду, вот, типа, за вечер соберу, позвоню чувакам, скажу вот это, вот это, вот это, и я знаю, что эти ребята выучат эти песни, тем более, что у меня есть там проработанный материал для того, чтобы давать его команде, он там не выпущен, но типа я знаю, у меня есть барабанные партии под все песни в основном, которые у меня есть, да, то есть пробиты не мной, а вот мы с барабанщиком сидели и прорабатывали. Когда мне это нужно будет, я это раздам всем, но это опять же, понимаешь, типа, ну это как бы оккупанирующий состав. Мне хотелось бы, чтобы это все получилось таким образом, знаешь, что люди понимают, что здесь они могут реализоваться, потому что мне при всей вот это, то, что я могу записать песню сам от начала до конца, мне хочется вернуться к старой системе, когда вокалист в группе вокалист, когда ему приносят рыбу музыкальную, и он на нее придумывает вокалы. Топ-лайн, типа, современный, как это называется. Поэтому я бы очень хотел, чтобы у меня было, типа, гитариста, басиста, барабанщик, который бы офигенно сами сочиняли, и мне не приходилось бы думать ни о гармониях, ни о чем, отдавать им это все, чтобы они развивались, чтобы они кайфовали. Это не то, чтобы я хочу набрать музыкантов, и вы будете делать, как я скажу, но мы типа команда. Нет, мне прям вот хотелось бы, чтобы это были типы, которые прям, блин, я здесь реализовываюсь, мне неинтересно куда уходить. Я тоже музыкант один говорил в интервью, что он скучает собраться на реп-точке, поразбирать песни совместно. Смотри, я вот придумал рифачок вот так, а ты давай, что ты думаешь на этот счет? И вот вы вместе садитесь и что-то вот вместе придумывать, где барабанщик такой там типа что-то навстучал, вокалист что-то напел, вы такие типа, бля, мы сделали песню. Да, да, мы, мы сделали. Не так, что типа я принес, так, у тебя вот здесь такой аккорд, вот здесь такой, ага, ну и типа понятно, ну типа понятно. Нет, типа давай пошарим, поджемим. У меня вот был, когда проект Комитетский лес, крайний мой, после которого я собственно ушел уже в сольную. Вообще все песни выходили из джемов. У него просто был гараж, он снял гараж, жил в гараже, гитарист. Вот. И он в три кабинета раскладывался, вот, из одной гитары, вот, и барабаны. И вот мы с ним просто, он, у него, он заканчивалась смена в караоке там в 6 утра, в 7 утра я просыпался, я типа, что делаешь, не сплю. Я тоже не сплю, давай встретимся. Я ехал к нему, мы садились, и вот просто там 2-3 часа мы что-то сочиняли. Я всегда таскал с собой рекордер, всегда таскаю с собой рекордер просто, ну вот, потом это все, кусочек вырезаешь, вот так, да, 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 да. И вот это было, ну вот, вообще вот это составная игра очень интересная. Это другая химия, это, ну, типа другие законы. Ты работал в кинчике? Где? В кинчике. В кино? Ну да. Да, да. Ну у нас кинчик. Я понял, да. Не знаю, у нас почему-то вот все, кто это, одну смену пахал, почему ты потом начинаешь называть кинчик? Не знаю почему. Почему я, собственно, и в кино, и вообще попался, потому что была такая, какая-то внутренний прикол, типа, изучить весь звук. Он, потому что он разный же, он там, на концерте у тебя одни приборы и одни законы. В студии другие приборы, другие микрофоны, другие законы. В кино вообще все по-другому. Там ты, там на тебя вообще в какой-то момент без дубля, без звука пишем, и ты такой, блин, аж потом это все клеить, где-то ж брать, вот это вот, дозвучивать, собирать под ноги, это все. Вот, да, я работал в кино, в игровом, документальном, на площадке, в павильонах, пост, под телек, под кино, под кинотеатр. Да, это был прикольный опыт. Там настолько все, как это, на стрессе. Вот, вот это вот, и вот это все подготовлено, потом, 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 опять вот эта самая пустота, знаешь, такой тип, хоп, и люди играют, и мы делаем, делаем, и все-таки, так, отвели, все сделали. Вот это мне очень нравилось, а потом я просто вообще устал от того, что это очень стрессовая работа. И ты с удочкой стоишь? Да, 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 я и с удочкой, а у меня были случаи, когда типа с удочкой, встать нельзя, просто далеко, и все. А я, а я такой, типа, ленивый, насчет поста, я такой, вязь у них вся хотелось максимально снять все на площадке, вот. Я прям выводил, короче, звук ареи этим очень сильно, потому что я залазил под стол, вот там, знаешь, типа снимают, и я вот под столом сижу, вот так вот, то есть я в кадре, меня не видно, я вот сижу под чуваком, вот так вот, с булмом сижу, вот так его снимают звук, вот, потому что, не хотелось мне потом, это, понимаешь, вот это все дубли, да, да, озвучивание, это все такой геморрой, это все так неестественно, это все так видно, ну, в кадре, когда ты это все читаешь, смотришь, поэтому мне всегда очень хотелось, вот прям, все на площадке, все на площадке, вот когда я киношку, фильм в Казахстане сделал, всю, полностью, звук с площадки, и, и саундтрек еще туда написал, я такой, ну, я, что-то мне больше нет, ни мотивации, не встает у меня больше, короче, на это, и я окончательно ушел оттуда. Ну, рум-тон еще дает всему, всему это. Да, 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 вот эта вентиляция работающая, вся тишина, и такая, типа, раз, тихо, тихо, и ты наушники одеваешь, и, типа, ну, тихий дубль, и ты слышишь, и администрация задалбливал, но потом, слава богу, появились изотопы RX, вот, который прекрасно чистит шумы, прекрасно находит, вообще, я не понимаю, до сих пор, как он работает, да, но ты вот, типа, спектр выкладываешь, и у тебя там вот это вот, он будет таким, типа этим, и твою мышечку, вот так вырезал, 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 все, типа, на самом деле, сейчас звук хороший сделать, вообще, сколько можно, вот эти все новые петлички, не вот эти старые синхайзера, которые, там, там, даже вот он вот шуршит, просто сам по себе, ты шнур трогаешь, там, ну, санкин, санкин, да, вот это, колсы, вот это 11, как они там, кос 11, да, 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 прекрасные, вот когда они начали появляться, вот я в Казахстан поехал, когда, я говорю, я не буду на синхайзерах работать, что хотите, давайте купим вот нормальные микрофоны, перепояю я вам их здесь под ваши там синхайзера, как бы, но, как минимум, у нас будет нормальный звук, у меня даже было, когда я стал замечательным, по первой лавочке, вот это, когда у тебя нет возможности сверху подлезть, начинаешь подлазить снизу, а там совсем другой звук, вообще, ну то есть, вот я вот типа на этом, когда пристреливался, и мне говорят, Кирилл, ты же понимаешь, что ты в кадре, скручиваешь, и под стол, короче, садишься, и там другой звук, ты понимаешь, ооо, тут мне резать придется, вообще, сколько всего резать, но хотя бы я возьму, типа, звук настоящий, как вот, а не то, что мне потом актер наговорит, и причем же, знаешь, как вот, это в хорошем фильме, а озвучание, потом склеили, привели актера, поставили, он да, озвучил, где я работал, это типа, в другую комнату отвели актеры, он свою реплику прочитал заново, и ты такой, окей, и ты думаешь, в принципе, попал, ну, типа, те же слова, все то же самое, открываешь с камерой, здрасте, там, там не то, чтобы размер, расстояние слов, да, и вот это все, там интонации другие, просто все, такой, такое кино, ну да, липись кино, я убегал быстрее всего, узки надо, липсинка нет, липсинка, вообще ты что, забудь, беда всех вообще, это я не знаю, как это переозвучить, а когда другой актер приходит, переозвучит за человек, ну, вообще, я не, ну, но, знаешь как, это мы с тобой в теме, хоть что-то там, типа, как ты знаешь, у нас есть набитый сглоглаз, ухо, и что-то такое, я вот с женой смотрю что-то, я говорю, ты что, не слез, нормально, я что-то не обращаю, то есть, люди реально, они, ну, не видят, я обожаю собирать петлички, в кадре, петлички в кадре, да, ну, это когда микрофон, ты когда прям раз, и, наверное, самый классный момент, мой любимый, это когда джентльмены, маконахи, китайского, вот этого чувака, который там отравливает, он в какой-то момент встает, перед него так, знаешь, типа, ты мне, типа, в следующий раз, ты знаешь, на кого-то, у него здесь кофта, у него здесь идет такой, оп, посмотрите, вот здесь сидит петличка, я думаю, блядь, но если у вас, то у нас вообще не страшно, потому что в наших сериалах, просто каждый второй кадр, я вижу, где она вот здесь вот висит, чуваки, реально, ну, вы не стараетесь, блядь, ну, серьезно, ну, придумайте что-нибудь, не, иногда прикольно, когда в волосах видишь ее, как бы после джентльмены такой, ладно, всем все прощается, ну, как, ну, если маконахи встает на крупном кадре, вот так вот, и у него вот здесь микрофон, ну, тогда, окей, ребята, все-таки, что-то короче, это, не стали замазывать такие, ладно, да, а иногда пропускают, реально пропускают, не, сколько, сколько человек, особенно, особенно, почему пропускают, потому что ты этот кадр вил уже 500 миллиардов, миллиардов раз, когда ты работаешь, ну, пост делаешь, просто вот так вот, замыливается еще слух, слух, вообще все замыливается, вообще вот это, вот этот прикол, отложить, отойти и дать себе время на то, чтобы освободил слух, зрение, наслушанность какая-то, типа, эмоционально ты отошел от этого всего, вот эти все дедлайны, которые в кино у нас, почему-то мы все должны быстро-быстро-быстро-быстро, вот у нас, как бы, потом получается, что у нас вот здесь, что-то не то, здесь, а реально еще звук, очень я встречал, не раз встречал режиссеров, которые, так понятно, что говорят, о чем кино, типа, и вообще все это, ты думаешь, ну, а вот ты мне такое говоришь, в начале работы, как ты думаешь, я буду дальше с тобой работать, мне типа, кайфово с тобой вообще, типа, стараться для тебя, или тебе уже насрать, вот просто вот почему-то к звуку такое отношение в кино, ну, да, да, вот на звук как будто забивают, забивают, какая-то манера пошла, знаешь, вот так вот разговаривать, вот так вот разговаривать, и очень низко, и очень тихо, и глубоко, а там потом уже еще все усиливают, ну, всякими басовыми разгонами максимально, и это все вообще вот так и вот становится, вот такое, вот это просто, и о чем говорит, я не понимаю, реально. И в кино же мастеринг еще и в сериалах делают совсем другое, он тише нам на порядок, чем у, ну, типа, вот у, там, у музыки, да, и ты на ноуте там, или еще на чем-то, ты разгоняешь, у тебя просто, а потом узло его, тихо, 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 и вот эти вот балансировки, как будто их никто особенно, типа, не заморачивается. Я тебе говорю, это то, с чего мы начали, мне кажется, что, звукошерское племя впустило в свое, в свои, как бы, в свой ареал очень много обиженных чуваков с внутренним ядом каким-то, не реализованным, и они как будто такие, типа, у меня не вышло, типа, у меня не вышло, и у вас точно теперь, потому что я точно знаю, как вам засрать все, потому что, это же реально, ты, вот, ты сможешь смотреть, офигенная картинка, офигенные видео, все офигенно, все офигенно, и думаешь, а что не так? А что не так? Даже, это даже в музыке, кстати, сведение, вот эти вот опасные частоты, которые неприятны, да, вот эти, ты не подэквализировал, и это не подубрал, народ слушает, и не может понять, что его не вставляет, а мастеров, которые это слышат, которые готовы над этим заморачиваться, понимаешь, которые, а там же еще, как обычно, мы записали, и, и как-нибудь высосим на посте, а на посте, как бы, все это, понимаешь, и, ну, пойди, перепиши, ну, типа, потратишь деньги, ну, потратишь все, ну, нет, вот мы сидим, и выдрачиваем, а ты выдрачивал это все, там, кучу наэквализировал, убил даже, возможно, что пока ты это, как бы, все, вот как ты говоришь, замылило, ты убил все, и пошел дальше, и потом не послушал, не вернулся к этому, это убитое выдал, а потом думаешь, а почему, как бы, вот, ну, друган, недавно трек выпустил, я слушаю, я прямо понимаю, что классный трек, но вот этот, був, був, какой-то бубнящий бас, какие-то барабаны, которые явно, походу, набиты на компе, и просто по максималке пересасаны, как будто, типа, настоящие барабаны, и они при этом, ну, такие вот барабаны, а он там рок жарит при этом, и у него голос мощный, он прям, типа, орет, а оно, типа, не качает, а ты думаешь, почему, почему так звукари делать, не знаю. Мне друг как-то рассказывал, показывал просто этот пример, для вас, музыканта, он просто говорит, хочешь, чтобы барабаны зазвучали, я говорю, да, давай, он такой просто бред, велосити, просто криво, как его рукой нарисовал, и работает, я такой, в смысле, что за херня, он говорит, ну, вот просто, просто, просто криво даже рисуешь, похуй, звук там, где-то чуть удар не дошел, где-то, посиди так несколько дней, сделаешь нормальный барабан, а можно сделать вот так, и будет тоже работать. В смысле? Серьезно, да, там вот эта вот, позиция давления, вот этих всех, вот это там удары, всего остального, она очень работает, как только ты вот берешь миди, и типа, квантайз, все, у тебя робот, короче, и ты, тебе сначала нравится, потому что, ааа, ровнее, супер, а потом ты сидишь и думаешь, что-то какая-то невнятная, вялая, вообще, типа, фигня, что с ней делать, тебе уже не нравится, ты уже не хочешь. Вот Крауш, я помню, ходил к нему пианино записывать, он просто лучше лишний раз, час посидит, и, и, и медюшку свою чуть-чуть поправит, но при этом ты открываешь медюху, и видишь, что она вся мимо сетки, но ты ставишь, вот типа, вот там, с барабанами, которые там по сетке, нажимаешь квантайз, она вроде делает все то же самое, но все становится такое мерзкое, такое неживое, это просто ты-ты-ты-ты-ты, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, музыка, нафиг. Это, это значит умение, со звукорищеем, же, как, там нужно уметь сидеть на жопе ровно, очень долго, и концентрироваться на одном, вот этом процессе, да, и тело как бы выключено, при этом оно должно быть включено, Потому что ты же это все через себя пропускаешь Ты должен чувствовать эмоции Ты не просто, я вот здесь 250 поднял Здесь 300 вырезал Вот так в книжке написано Извини меня, все вообще по-другому может быть Если ты умеешь, и у тебя есть Вот эта страсть сидеть Потом выйти, вернуться к этому Выйти, вернуться к этому И делать из этого живому И понимание того, умение настроить себя на эту живность Когда у тебя получается А когда ты вот просто Сейчас 15 тысяч рублей, сведу кому-нибудь, отдам Туда-сюда Так и получается А рынок такой большой стал Рынок-то вообще пипец стал Сколько этих музыкантов, молодых, которым нужно что-то свести Которые как бы Даже я могу себе свести сам, но я нет Я хожу, типа, к ребятам Потому что я знаю, что я замылю Я замылю, мне нужно для сведения И для мастера, мне нужны другие люди, другие уши Сюда можно и отдать еще Кому? А, этому, к компьютеру? Да Я не люблю нейросетки вообще У меня с ними прям Я древний старый душнильный тип, которому нравится все руками, пленкой И там, не знаю Не, ну руками, конечно, чаще получится Я к Вите пошел сводить вот песни, которые сейчас выпускаю Он мне говорит, чувак, я на ухо, на одно ухо оглох Ты уверен? Я говорю, да Офигенно свел, мне очень нравится И людям очень нравится Классное сведение Мастеринг украуша как бы сделали И я знаю, что я бы Я бы себя просто сожрал, пока я бы это сводил Я нормально свожу, я не говорю, что я плохо свожу Хотя, если честно, уже, конечно, я подрастерял все это Как бы вот мастерство именно музыкального сведения Я еще где-то там, типа лет 6-7 назад остался На всех старых плагинах На старых вот этих вот системах Сейчас все по новой там, да И как бы Я все равно нет Я знаю, что вот Типа я собрать этот препродакшен могу Сводить тоже могу И мастеринг могу, все сам могу сделать Мне нужны другие люди Другие уши, другой пропуск через себя Другое мастерство, другое услышание Даже не просто частот А материала непосредственно Как склеить Вот мне кажется, что надо склеить Вот барабанный бас Вот приблизительно вот так Чтобы они вот такая у них была Типа звуковая палитра А вот у Витька другое, да И он мне показывает И мне вау, мне нравится Но то, что сейчас все в ноль хотят уйти Что хотят? В ноль Ну, типа раньше Типа громкость? Ну да, ну типа Я вот просто на YouTube когда сводил Я сводил как на телеке Там минус 23 Вувс И типа, блядь Минус 23 это, блядь, тихо людям Пипец, и никому нет Да, и ничего не слышно И ты не объяснишь людям Блядь, ну чуваки Ну так, типа нормально Минус 23 Вувс это не в минус 23 Это просто, типа Общая громкость микс Минус 23 Там это Это может и в ноль долбить Иногда По громкости Но неважно Да, ну ты делаешь Ладно, окей Как в минус 13 Как вот у нас на телеке Людям все равно тихо И ты такой думаешь Ладно, я вам этот Минус 6 сделаю Но я не могу на это смотреть У меня уже глаз начинает дергать Когда я минус 6 вижу просто А ты У тебя Ты именно видишь У тебя дергается глаз Или у тебя слух коребит Нет, я чувствую Что у меня уже глаз дергается Я прямо, знаешь Я прямо чувствую Вот не Ну минус 6 Это уже Ну вот минус 6 Это уже вот Вот скоро все красным станет Потому что у тебя уже все желтое Потому что у тебя все орет, блядь Ты думаешь Блядь, ну не должно уже так орать Но люди говорят Что типа Ну вот я стал так делать Ну для ютюба сводить звук И все такие О, отлично Все слышно И ты такой Блин, так не должно быть Пожалуйста У тебя, кстати, да Было такое Я всегда хотел тебя погромче Всех трех твоих старых поднять Типа Плохо тебя слышно Пожалуйста Делай себя погромче Ты что там интересно спрашиваешь А мне приходится перематывать обратно Это Слушай, знаешь как Я к этому отношусь так Если мы берем вот эти вот правила Выставленные Ну грубо говоря У нас есть там Своё племя Техническое У нас есть законы У нас есть там Манускрипты Которые прописаны Сколько, где Люфсы Деби И все остальное Есть люди Которые живут В мире В котором повышено все Громкость Внимание рассеянное Собрать внимание И там Удержать его в какой-то точке Несколько секунд Там больше Очень сложно А делаешь ты Для людей С одной стороны А с другой стороны Есть такая вещь Которую я называю Что уже просто бесполезно Биться за эти правила Ты все равно Останешься с ними один Потому что Придет кто-то без правил И начнет это делать И он все заберет И в итоге я Например Я вообще пофигу Стало на все это Сколько там это Красное Не красное Я главное должен Слышать ушами Что там нет Явного перегруза И даже немножко скрытого То есть Я знаю Что определенными Махинациями Можно дотащить Свой трек Или что-то До такого уровня Громкости Что он будет Реально громкий И услышать там И слышать там Что там нет Четких искажений Потому что Я научился слышать Когда-то искажения Когда ты уже слышишь Что звук хрустит Уже все Он перегибается Или отрезается Потому что Есть искажение Дисторшн Когда он упирается И ломается И остается А есть цифровое Когда оно просто Отсекает его И ты прям слышишь Что у тебя Прямо была частота И нет частоты Вот она Вот есть Нет Нет Вот оно где Я просто стал Так себе говорить Что да Все громко Потому что люди Ну вот они так Мы пришли к этому Вот такая эволюция Знаешь Это как Обижаться на нас За то что мы В процессе эволюции Так пришли У нас вот Страна Мир Вот такой вот Все громко Мы даже говорим Повышенно громче У нас У нас не низкий голос У нас все Вот Каждого второго Возьми Все говорят Высоко Громко Чтобы для чего Чтобы пробить До тебя информацию Донести Ну город шумный Город шумный Да Метро Все вокруг Где-то шумит И что ты постоянно Включаешь Что-то как-то Это вот это все Нужно Время способы Цеплять информацию И поэтому Современная Вот эта штука Типа Сделайте мне громче Да сделайте им уже громче Ну пусть они порадуются Не Мне просто интересно Как Ну просто тебе Как музыканту Когда ты вот Только если нет искажений Я не люблю искажения Когда они явные То есть Ну ладно Фонг оставим Современный Да Где все Это стиль Да Вот Если ты делаешь У меня Узкомитетским лесом Так было Мы сделали Очень правильный звук Спокойненький Такой знаешь Все качает Там Типа Дали железу раскрыться Чтобы оно Пульсировало И все И когда он попал На стриминги Мы прям Я прям понял Что просто я проиграл Поскольку я был Как саунд-продюсер Этого альбома Вот Именно не музыкальный А именно саунд-продюсером То есть Вот я как бы Отвечал за звук Мы собирали с Ильей Марвелом Вот на ДТХ Звук нашего альбома Тем более Там с учетом того Что там барабаны И гитара записанная В 9 комбиков Да Как бы Надо было это все собрать Мы делали Мы хотели Прям сделать Очень трушный звук Короче Прям вот прям Все И мы проиграли Просто Когда ты на стриминге Включаешь И ты слышишь Что вокал провален Не так бьет Не так качает Не так пульсирует Другой трек выходит И он громче Просто А ты этот поднимаешь свой И у тебя Барбасы вылазят И все вообще Становится Такой вот И я просто взял Короче Прям вот эти вавки Которые мне с мастеринга Пришли Засунул в секвою И сделал ей Другой тупорылый Мастеринг Прям такой Знаешь Типа Поджаристый Такой все поджал И отправил друзьям И говорю Сравните Ну вот Вот это Долбеха Вот это Класс Короче Вот то сразу А тут что-то Как-то Ну какой-то Все вяло И все При этом Понимаешь Люди Эти чуваки Они слушают Пластинки Они там Типа За аудио Хороший звук И все Но вот На сравнительном Тесте Они все Выбирают Вот Чтобы Это Божь Как этот Был такой Не помню То ли Мем То еще Когда-то Чтобы Чтобы Бибоссов Как Как назывался Этот Бля Чтобы Баздов Бил Да Короче Чтобы Бибоссов На Сенсейшене Пиздил Вот 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 Типа Вот И все Это Как бы Такой Это Тоже Закон Такой Современный Понимаешь Ну Как бы Какие-то Законы Видимо Приходится Игнорировать Поэтому Я За Спокойно К этому Отношусь Но Только Типа Ребят Не делайте Прям Реально Искажение Если Прям Я слышу Что Хрустит Обрубается Пропадает Во всем Остальном Ну Вот так Мы живем В громком Я просто Видел Звукач Который Моргена Сводил Говорит Он присылает Мне колбасу Кого Сводил Моргена Ага Он говорит Присылает Мне колбасу А там Все в ноль То есть Там Типа Вся Вот Она Вот Так Ровная Просто А детей Должно Пиздить Еще Сильнее Ты Включи Слушай У меня Дочь Я Слушаю Детское Радио Очень Часто Вот У меня Оно Стоит В тачке Оно У меня На Магнитофоне Дома Стоит Который Сдачи Привез Я Тебе Могу Сказать Так Все Что Мы В 2009 Году Пытались Накрутить Все Эти Звук Как У Пендулума Как У Спора Как У Нойзи Вот Это Вот Все Да Детское Радио Сегодня В Там Реально Бочка Из Нойзи Я Смотрю Я Слушаю И Думаю Блядь Вообще Вы Че Это Детская Психа Просто С детства Вот Так Вот Поэтому Просто Вот Детское Радио Там Каждая Вторая Песня Там А самое Интересное Вот Там Вот Весь Современный Панк Который Есть Который Был До Этого Это Самая Яркая Аранжировка Самая Частая Яркая Аранжировка На Детском Радио Это Вот Прямой Классический Панк С Хорошей Ударкой С Хорошим Басом С Хорошей Гитарой И Детский Вокал Поверх Я Тебю Вот Угори Просто Угори Включи Детское Радио Послушив Денечек Ты Офигеешь От Того Как Коммерческая Структура Вообще Сосала В себя Весь Андеграунд Взяла Все Лучшие Приемы Андеграунда И Отлично Продает Ими Контент Для детей Для их Родителей Когда Андеграунд Хацин Мухавка Стал Мадонне Писать Музыку Понятно Добился Успеха Человек Хацин Мухавка Вообще Очень Крутой Помню Такой У него Продакшен Вообще Крутейший Есть Но Только Потом Мадонне Начал Писать Дрейку Музыку Я Помню Ты Сидишь Такой Классный Продакшен Хочу Тоже А у тебя Дома Ноутбук И Скаченные С рутрекера Плагины Какие-то И ты И вся информация Которая есть Это там Три Каких-то Вордов Файла Которые Кто-то Когда-то Написал В те Времена И ты Пытаешься Спор Накрутить У себя На компе И понимаешь Что Не Чуваки Все равно Это все Бесполезно Потому что Во-первых Там школа Во-вторых Умение Аппарат Которые Другие Другие Обработки Другие Все Короче Ты Из компа Конечно Можно что-то Накрутить Сейчас В современном Мире Сейчас Можно Да В те времена Когда мы пытались Выкрутить Это нифига Поэтому Все на это Как бы Такие Типа Ох Как это сделать Как это сделать Как это сделать А И не получалось Не получалось И Вряд ли бы Наверное В те времена Получилось Не Некоторые Вкрутили звук Тот же Шитмат Да Который В Эсиде Сводил Мут Ну Саундфордж Потом Собирал Собирал Эта старая программа Ребята Не забейте Сейчас Техно Саундфордж Ну Саундфордж Да Но сначала Эсид был Вот этот Который Эсид Эй Который Двух Этот Двудорожечный Там Типа Да Верхняя дорожка И нижняя Они еще стерео были И потом Все это в моно Собиралось Я на 44 Все время Только могла выдать И Был этот Ризен Был Где все Сводили В FL Ну и вот Как бы Люди писали Там звук Там этот Армадан Ман Который Чувак Он жил В FL Студию Вообще Некоторое время А потом В реакторе Дособирал В трекере То есть Соответственно Это Все к вопросу Вот как я тебе говорил Типа Насколько чувак Может сидеть на жопе Ровно И идти к своей цели Сидя на жопе Вот так вот То есть Перегонять Из одной программы В другую Интересоваться Опять же Знаешь как Я могу честно сказать У меня еще В молодости Очень много Не получалось Потому что Как бы знаешь Цели мотивации Были немножко Не те Ты вот У меня Я был очень сильно Заражен Тем вот этим Вот такое Я тоже хочу Как у этих Хочу сделать Круто и все остальное А выигрывали Всегда типы Которым было Абсолютно На это все Насрать Они просто Будто они погружены Были в это Это была их философия У меня Вот за весь этот путь Это была такая Как бы погруженность Изучить все это Я сейчас этим всем пользуюсь Но я знаю что в те времена Вообще Не с той мотивацией Не с той целью Не с той программой В голове Просто ты туда шел Вот И поэтому да Такие ребята Которые могут В Ризане накрутить Я их встречал А еще был прикол В том что ты Кто-нибудь Делает это Просто налегке А ты вот Начитался Там каких-то Ну там 15 статей Ты нашел И ты теперь знаешь Что там нельзя Вот бас Вот здесь короче Сделать А это вот так И тебе это тоже мешало А садился чувак Которому вот Вообще было по барабану Все Я такой Думаешь Как он так классно звучит Вообще Ну это как вот Тоже Бардышева В интервью спросили А как вот вы звук делали Я просто слышу вот так Крутану ручку И нормально Я такой Да не может быть Так просто Слушай чувак Реально все Люди такие Знаешь У нас так много всего Тяжелого прошло в жизни И у родителей У наших И у всех остального Что мне иногда кажется Что знаешь Как будто вот Разъебаться Это какая-то наша Такая типа Национальная цель Все сделать очень сложно Потому что просто не было реально И это сейчас Я по реальному Сложно было Очень много Очень тяжелые Времена были для всех Вот И я родителей своих Прекрасно понимаю Да там Грызись Иди делай Мне сейчас будет больше Становится Получаться Чем проще Я отношусь Ко всему Чем как раз таки Знаешь Вот крутануть И вот что Этот момент Даст тебе Да Оставить так Не пытаться Уйти И в ковыряние И найти 20 тысяч способов Других каких-то Возьми то Что тебе Вот просто Отвлекает Ну вот Откликается тебе Все Остановись Сделай В следующий раз Сделай по-другому Это какая-то Современная магия Мне кажется Что и вот этот Современный рэп И Моргенштерн Почему они Собственно так Все и выскочили Потому что Они отказались От От вот этого Копания В каких-то Постоянных Этих вещах Они типа Голосование Энергии Как будто Больше идет Понимаешь Просто на энергетическом Уровне Вот у меня стало Так немножко Больше получаться Чем когда я Иду с состоянием Битва Борьба Типа победа Там типа Должно быть все сложное Должно выгрызать Вот на артистов На современных На ноунеймов Смотрю Как-то и такие же Ноунеймов Как я Потому что Ну вот нас много Там на фабрике Я с ними познакомился Люди берут И вот эту сложность Они пытаются сделать Свою жизнь Еще сложнее Потому что Опять же Это может дать им контент Контент Мои страдания Это контент Вот как мне тяжело Вот сегодня я И шла туда И мне вот Все Все было против меня Я шла туда к этому Мы как будто Вот эти истории Они нас до сих пор Немножко вдохновляют Но выигрывают Почему-то Те истории Которые Хотят сделать все проще И проще не потому Что ты хочешь быть тупее Или еще что-то А просто потому Что ты хочешь Вот эту всю Огромную Вот эту вот Махину Которую ты на себя наложил Ты хочешь ее отпустить И дать ей вот Какие-то крылья тебе нужны Какой-то вот этот Не потому что я там Не знаю как делать музыку Не знаю как делать Там вот это еще что-то А вот я это все знаю Я это прошел И мне сейчас не интересно Мне интересно Моя пустая голова В процессе Которая не думает Какая частота Должна пойти Я должен просто это двигать И смотреть Как отвлекается мое тело Я должен Монтаж Вот я делаю Своих этих каких-то Я не знаю Я просто Очень много провел Времени с монтажерами Я не умею монтаж делать Но у меня есть Какое-то чувство Понимания того Что как бы вот Типа здесь надо поменять Оп здесь надо сменить Здесь надо сменить Оно же просто У тебя идет Из состояния Какого-то да Там простоты Я понимаю Что если мы будем Клеить кадры Не по восьмерке Да Вообще вот так будет Есть какие-то вещи Которые нельзя нарушать Есть Их надо знать Но во всем остальном Нужно быть всегда Каким-то Как мне кажется Таким знаешь Типа Ребенком Ребенком Который Пробует Не потому что Ему нужно кому-то Что-то показать А вот он сейчас В это включен Вот как Как псих Понимаешь Вот он так Ох Ох Я ее кручу Чего происходит Вай Вай Как из гитары Ты сидишь Здесь кует металл Ти дэн Ти дэн Ти дэн Ти дэн Ти дэн И я ее играл Просто Мне кажется Мог час сидеть Ее долбить Понимаешь Ноля Зажал И погнал И все Батя выходит Читык Читык Ти дэн Ти дэн Ты Знаешь Как он мне Обиделся Когда я медиатором Начал играть Представляешь Он сказал Ова Я приехал Из военного лагеря И там пацаны И играли Королюшут Медиатором И я взял Гитары Медиатор первый раз жизни стал короче играть медиатором он заходит кунтовый ты че медиатором играешь вот такой знаешь потому что он не хотел этой дворовости он хотел чтобы я больше красивые какие-то вещи шоу он арпеджи очень любит переборы и тут я и он такой вот на сейчас у нас нормально после не расплакал недавно да это было очень тяжело ну вот расскажешь да ну меня вообще знаешь как честно я плачу очень много я этот как у портовая шлюха которая на каждом но не знаю на фильме может расплакаться вот от ситуации еще от чего-то но вот в пятницу я плакал вот из событий которые произошли в крокусе я не очень люблю группу пикник я не люблю крокус вообще это место но люди которые но когда вот этот когда в храме музыки где люди приходят на праздник радость вот происходят такие вещи никогда не по невозможно привыкнуть вот но я просто как бы я так переживал я так переживаю я не даю себе больше права не плакать ну типа вот тип мужики не плачут не плачь слезы я считаю что это абсолютно нормально это естественно что может тебе даже так скажу мужик который может заплакать для меня больше мужик чем тот который вот типа уперты идет потому что умение открыть сердце на мой взгляд это намного сложнее чем продемонстрировать что у тебя там типа воля или еще что-то воля слепа очень часто а сердце как раз таки она ты его уже если открываешь там все все видно там все видно абсолютно там никуда не скроешься ты не сделаешь себе лицо какое-то особенное к ты плачешь ты не поэтому я плачу очень часто по разным событиям ну то есть даже и и на меня реально действует от эта фигня когда музычка пошла определенная в кино да и вот какой-то там определенный сюжетик связанные там более-менее наш и я уже просто но у меня уже слезы на накапано на нотеку и я стал это ценить себя потому что мне мне это позволяет в музыке насчупывать чуть чувственность каких-то своих своих путей своих ходов так как ты уже проговорился про дочь я тебя спрашиваю как отца я всех отцов спрашиваю мне нравятся реакции если дочь домой придет мудака как ты отреагируешь мудака а кто решает что он вот ну ты типа я не пожил да я понял ты же муж определить мудак человек или нет смотри у меня с дочерью такое такая вещь она я собираюсь поддерживать его во всем чтобы она не делала все обговорим все приведет мудака это ее выбор мне будет очень тяжело я буду переживать я буду ворчать я просто я скажу и даже так даже так скажу честно у меня ситуация такая я могу признать что вот это неправильно и все остальное но вы можете с этим абсолютно спокойно оставаться и делать это что я пришел своей жизни к правилу внутренним никому никого ничему не учи каждый выбирает то что он выбрал этого опыт он должен все пройти сам про правил как-то с этим и вот дочь короче приведет мудака я не буду молчать что он мудак но делать вы можете с ним ну типа вот все что хочешь мне бы очень не хотелось там ну понятно там чтобы мудаки плодились вот но она имеет полное право сделать все свои ошибки она имеет право и моя задача как родителя я считаю просто знать что она не будет отвергнута что она придет она скажет ее никто не осудит я всегда и предбуждать да я ворчу да я душнила да я могу прям начать вообще типа выкладывать правду никого не боясь не стыдясь да как бы я никогда не скрываю я никогда не скрываю я к ним не иду на контакт я не говорю и не дружи с ними все но я имею полное право точно так же высказывать типа чё я вижу чё я думаю чем не чувствуется если тебя это тригерит то разберись пожалуйста сама в себе может быть это что-то твоем меня не триггерит что ты встречаешься с ними там веселишься там друзья которые будут у моей подруги скорее всего это не все будут класс ты там до мудака надо еще дожить там такие сейчас дети растут там еще с какой она где с какой девчонкой свяжется какая девка куда потащит понимаешь вот поэтому пусть будут друзья какие есть лишь бы они были вот лишь бы она была лишь бы у нее было чувство внутреннее что если она где-то у нее где-то что внутри щелкнет и нужно будет с кем-то это выговорить она могла спокойно прийти к родителям и сказать мам пап короче тут чуть короче какая-то типа тема или я хочу вот там дреды себе чтобы не было такого что ты приходите делают дреды ты приходишь домой с тобой там год не разговаривают там или недели я знаю такие случаи когда вот человек делал дреды приходил домой ему говорили на если не разговаривать просто это там твой ребенок а у ребенка он хотел что-то сделать он хотел себя как-то выразить и самый близкий родной бы человек говорит ему вообще себе разговаривать стирает его из жизни это же пипец какая травма это пипец я не хочу я самое главное для дочери просто эмоциональный интеллект не травмировать максимально насколько возможно все атака на я вижу что она умная она справится и что будет интересно на все выучить все разберется вот так что жить и твоя жена жена моя я офигеть буду в первую очередь для меня это такая . объект из которого который постоянно исходит моя любовь из которого исходит ее любовь в ответ и вообще как бы жена и дочь они появились моей жизни так что мне вообще кажется что я просто летел как такая типа просто ебаная комета неважно куда неважно где и они стали такой . где просто вот разбился первые три года вообще ничего не понимал сейчас и более-менее собираюсь и понимаю что они в какой степени меня спасли потому что я мог вообще просто разлететься на части было очень много странных привычек дурацких плохих и самых хороших и просто когда вот от наличия этих людей в жизни от возможности давать им свою любовь и не забывать что существует вообще в принципе объект любви от объект любви что не как цветы знаешь ты поливаешь поливаешь они растут все хорошо видеть как как что происходит когда ты не поливаешь этими цветами поэтому моя жена причина и вообще все эти вот эти слова не забывать что есть любовь что внутри есть сердце а вторая очень важная часть жизни это опыт мудрости очень сильный потому что я когда-то понял что битва и и противостояние с человеком не приводят тебя к результату они приводят только к тому что рано или поздно вы просто разлетаетесь на части вот друг другом и вот умение позволить другому человеку быть другим и таким как он даже может быть не тем с кем ты ты встретился когда вот тип влюбился да и вот там образ какой-то поэтому эта мудрость это вот это возобновляемый источник любви и какая-то внутренняя мотивация вообще двигаться потому что я такой человек сам по себе все больше становлюсь у меня все меньше отпадают стимулы в жизни какие-то ну то есть с кем-то встречаться куда-то идти что-то делать все это в какой-то момент заканчивается никуда не идет и двигается и я вообще такой оседающий мне нравится уехать на дачу жить жить вот смотреть на лес не знаю смотреть в кино каналы по кругу просто с классными там вот недавно назад в будущее три части просто четыре дня вот так они мне шли по кругу кайфовал вообще нереально а эти две девочки мои да они при этом у нас как бы вот такие достаточно мы друг другу вообще все позволяем абсолютно вас нет никакой ты знаешь там и классическая какой-то схемы там ужина ты должен это я должна так ты мне это нет тебе то мы знаем что мы не принадлежим друг другу по определению человек никому не принадлежит ни родителям и своим он появился у него есть выбор быть кому-то принадлежать вот но у меня выбор такой никому не принадлежу я никому ничего не должен то что я тебя люблю это мой личный выбор тебе может быть не нужна моя любовь но она нужна мне мне нужно любить тебя и я вижу как через какие-то определенные вещи мы перестали с ней бороться и это стало нас двоих вдохновлять у нас сейчас вот я говорил давный у нас вот в этом новогоднем встретили какой-то у нас ренессанс наверно с тобой прошло восемь лет мы вместе мы прошли уже и скандалы и ругани крики и какие-то обесценивание друг друга и мне монахка это давай типа как тебя прошла зима я говорю хотел сначала сказать что очень плохо страшно тяжелая зима у нас там ремонты были я не мог ездить на дачу короче дела стояли вот я разбирался с продакшен со всем а потом я вдруг понял что мы из этой зимы окончательно вышли позволив друг другу полностью быть тем кто мы есть ты такая все такой набор прикол приколюх при вот этих там своих тараканов свои друзья свои желания свой график темпа ритм жизни и у меня и мы научились больше не присасываться к друг другу и быть такими знаешь типа вот там нас вот мы семья у нас график один общий мы вообще живем по состоянии вот так вот я просыпаюсь они только с работы приходят мне только рабочий день начинает и это иногда очень тяжело поэтому моя жена причина мне всегда помнить она всегда напоминает мне о существовании любви в этом мире как и дочь и о существовании того что нужно уметь давать людям быть абсолютно давать людям свободу и если вы вот вас твоя свобода и моя свобода могут существовать так что они не мешают друг другу и мы остаемся здесь до сих пор вот это прикольнее для меня чем мы держимся на каких-то непонятных данных клятвах обязательствах нормах правилах там не знаю жена должна мне готовить ничего мне вообще не готовит я сам себе готовлю если надо я грузди там сделали макарон вот типа она может что-то купить мне я могу что-то купить ей у нас абсолютно в этом нет никаких я она никогда не спрашивает меня где куда еду куда я иду она просто знает что точно так же вот он вот такой он должен это делать это суета суть его хода суть его движения потому что я очень часто когда разговариваю с мужчинами с людьми упираюсь в то что мужиков такое типа у них есть какая-то позиция которую нужно соблюдать причем она у всех разное вот и я вижу как девчонки в этом очень сильно загибаются вот либо все разрушается и потом от этих плохих вещей поэтому я просто решил с полная полная тотальная свободу друг другу если вы на этой свободе способны держаться друг другом чувствовать друг друга подходить утром и желать друг друга обнять поцеловать сказать ты красивая ты классный там я тебе желаю типа кайфа сегодня вот мне кажется это самое главное и вот это моя жена это вот это это то к чему я пришел вот с ней возможно я буду не знаю да я опять же по чесноку да я не знаю что я бы мог из другой женщины к этому прийти да там все все по-разному я не говорю что вот она уникальная единственные все остальное в моем случае это вот такая судьба так она сложилась я очень рад что я с ней мне абсолютно знаешь как при том что при всем они знают что я я сейчас думаю снимать свою квартиру потому что мне нужно свое пространство полностью чтобы я был автономный вот я работаю ночью например да у них ночью здесь вот я хочу где-то рядом чтобы я виделся дочь и все остальное и значит никто не не говорит типа это странно родители там удивляются типа это странно еще что-то длин для нас это в порядке вещей мы вот такие вот мы вот так для себя решили что вот такая свобода и при этом при всем я вот как бы знаю что мне не хочется ни с кем никаких не отношений больше ничего все у меня есть семья есть есть еще делать есть чем заниматься учена как даренко говорил когда у мужика потенции дача и когда импотенция приходит остается только дачи и мужик становится счастливым человеком потому что он вот он знает куда все вкладывать теперь мы никуда вот это не надо для приблизительно такая же вещь и чем дальше идут чем больше понимаю что она все есть и все и все мои пожелания попытки откуда-то куда-то сбежать ну когда те становится сложно ты думаешь сейчас типа я бывает такое да я блять уйду от тебя там да я там вот это все да мы там вот это у нас вот здесь все плохо ты надо думаешь ходишь такой добывает а потом ты думаешь а ты сто процентов сделать все то же самое там ты должен ты вот здесь не решаешь ты не решаешь вот здесь там будет то же самое любой побег от типа вот это знаешь как эти игры должно быть все легко но если уж ты столкнулся с чем-то то реши это потому что это все вернется все пойдет по ты будешь ходить по этому вот ну по этому кругу и исправить те же самые ошибки те же с новыми женщинами они будут разные ты будешь делать все то же самое ты будешь пытаться всех прижать дать им свое правило потому что у меня пипец сколько внутри правил и понимание того как было бы классно если делали так как я скажу мы бы жили вообще в идеальном мире да но мне кажется у многих такой есть но нет идеальный мир оказывается когда правило другого существует когда существуют твои правила и вы просто ну не мишу ну как бы имей совесть и дерзай вот имей совесть и делаем еще что хочешь вот моя жена вот это у меня вот мои взаимоотношения с женой научили меня вот этому и очень не помогли в отношениях с другими людьми потому что те же самые проблемы что у меня были женой у меня были например с тем же сам витей из интершума когда мы с ним поругались вот у меня очень много было одно и то же ты с людьми как будто делаешь одни и те же ошибки все время тебе надо пройти этот опыт из перещелкнуть его и пойти дальше поэтому вот это позволение дать другому живи она вот для меня важнее всего сейчас финальный вопрос частично ты ответил на него всем интервью но чтобы не вкладывать так ты на своем месте ты счастлив до два месяца назад сказал подруге где-то мы с ней встретились она гачок как дела я говорю я просто вот выдала грудь знаешь есть ощущение что я прямо вот там где надо что вообще очень много не решено и впереди еще вообще пипец сколько но вот находиться здесь сейчас вот даже вот здесь сейчас тобой вот я и говорю вот находиться это что меня пришло сюда и как все будет там вчера было и как будет завтра приблизительно мне очень нравится мне очень тяжело мне я знаю себя что я мелхоличный чувак который завтра может поймать самую страшную депрессию нужно будет просто три дня не чтобы никто не трогал чтобы он никого не покусал через три дня я встану и буду говорить что эта депрессия тоже часть того что мне нравится потому что это я это я я вот себя при начал принимать наш депрессивный душнильные там типа какой-то там иногда иногда сверх позитивный иногда чушь какую-то несет вот такой есть поэтому мне нравится я вот здесь у меня впереди надеюсь очень прикольный вообще путь и и прикольно что это первое интервью в общем в жизни спасибо всем что пришел бы очень большое в общем 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 в